Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В то время, когда жереб вылетал, летел хаотично, попав в тело человека, он наносил повреждения, он был грязный, загрязнен различными пороховыми остатками горения. При уровне медицины до 17 века, при отсутствии как-либо антибиотиков, это, скорее всего, шло заражение. И в то время выпал жеребий, да, и позначал абсолютно обратно, нежели сейчас. Затем, вторая еще одна принадлежность, собственно, пушкаря, это пороховница с пороховой мякотью. Пороховая мякоть это мелкий, истолченный, гранулированный черный пол. Она насыпалась в запальное отверстие. Ну вот, собственно, пушка фактически готова к выстрелу. И самое главное, пророховая мякоть, это фитиль. Это пропитанная селитроверевка, которая, собственно, не горит, а постоянно тлеет. И чтобы у нас зрители не пострадали, будем стоять вот так вот. И, собственно, сам порядок выстрела, да, включим громко выстрел и подносим зажженный фитиль к запальному отверстию. Выстрел! Как вы видите, несмотря на ее малые размеры, да, мощность вполне достаточная, да. От нее мало кто ожидает, сидит маленькая пушечка, сейчас будет маленький бах, да. Вот, ну и вы видите все-таки, что артиллерия, она и есть артиллерия, какой бы калибр у нее не был. Ну, основное ее достоинство, что большие тюфяки тяжелые, когда войска отступали-наступали, они не могли при наступлении быстро ввести в бой. Отступая, пушки бросали. Здесь же что? Можно было ее взять и в случае наступления бежать на врага. Или в случае наступления врага, хватать ее под мышку и бежать. То есть, мы практически мобильная артиллерия, да. Как-то так. Как вода стоит. Добрый день вам, господа! Долго ехали сюда. Желаем вам доброго здоровья. Давно не видали вас в Копорье. А чем же наше Копорье славится? Крепостью красавицей. А нынче, в субботу, откроет крепость свои ворота. Заскучали мы без дела стоять. Никого нельзя было в крепость пускать. Почитай, два года наши крыши латали, чтобы мы краше стали. Мост и стены укрепили, башни крышей накрыли. Готовы мы гостей встречать, экскурсии проводить, да на вопросы отвечают. Передаем заведующий права. Лариса Насуратовна Медведева. Здравствуйте, дорогие гости. Спасибо большое, что вы поддержали нас в этот морозный день, в наш замечательный праздник. Как сказали уже наши башенки и наши кумушки, что мы, почитай, два года не работали, почитай, два года не входили внутрь крепости. И вы, наверное, тоже заскучали. Мы очень рады, что, наконец-то, противоаварийные работы закончились. Противоаварийные работы, не реставрация. Закончились крепости. И вход, который обрушился в 2020 году, сейчас совершенно безопасен для посетителей. Мы открываем свои ворота для вас. И мы сами очень рады, что... Знаете, я хотела сказать о чем? Когда наши посетители приезжают к нам, и они спрашивают, а где же ваш музей? А мы отвечаем, наш музей – Копорская крепость. Это музей под открытым небом. Мы работаем в любую погоду под открытым небом. И всегда рады видеть вас. И нам приятно рассказывать историю Копорской крепости, делиться ею с вами, рассказывать о тех баталиях, которые здесь проходили. И быть чуточку причастным к этой истории, к истории Копорской крепости, к истории государства российского. И, наверное, даже сейчас вот с дрожью в голосе я говорю о том, что мы, хранители музеев, хранители ценностей, очень дорожим этой историей. И, наверное, вот действительно с дрожью в голосе говорим о том, что давайте ценить и любить историю нашего Отечества. А сейчас я передаю самому главному человеку, который находится среди нас. Это директор музея... Не директор музея, я прошу прощения. Директор музейного агентства Колесникова Олеся Анатольевна. Дорогие! Пли! Открываем ворота! Проходите, господа! На экскурсию пора! Куда лук? То, что увидел. Копорь – это название финское, означает «вырытый двор». Эти земли в древности населяли племеноводи подвластные великому Новгороду финногорского происхождения. Сейчас мы с вами пройдем вперед. Поехали! Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok